Путешествие начинается с остановки. Бывало, выходишь на дорогу, ждешь маршрутку или автобус. Скучно, но делаешь шаг назад, и тебя сразу же забирают в хоровод нарядные девушки. Ну что ж, с нами на связи Стас Котлинский. Он уже составил свой туристический маршрут и знает, где находятся самые красивые мозаичные остановки. Стас, привет! Привет! Здравствуйте! Стас, вот интересно, с какой остановки ты рекомендовал бы начать путешествие по Приднестровью? Ну, знаете, нужно начать, наверное, с той, которая ближе к дому. То есть вышел, нашел самую ближайшую красивую остановку, поймал первый попавшийся автобус и поехал до следующей, до следующей, до следующей. Я вот, например, родом из Рыбинского района, и у меня в селе было достаточно много таких остановок, поэтому для меня это такое вот яркое воспоминание детства. И я тогда, когда был маленьким, разглядывал все эти вот узоры с работниками колхоза, которые собирают яблоки, даже не думал, что в будущем моя профессия, в принципе, будет как-то связана снова с этими самыми прекрасными остановками. А где таких остановок больше всего у нас в республике? В каком городе? И, может быть, в каком районе? Больше всего у нас ближе к северу. То есть вот тенденция начинается в Дубасарском районе, и по Рыбинскому району уже практически каждая остановка идет непосредственно с мозаикой. Но единственное, что вот появилась проблема, когда их начали закрашивать. Вот у меня был такой случай, я как-то отправился в небольшое путешествие, попал под дождь и решил переждать дождь на остановке. Я не помню, какое это было село, вот помню, что это был Рыбинский район. И остановку, видимо, побелили, и я вот просто пока стоял, вижу, что там прослеживается символ Олимпиады-80. Я подошел, потер немножко руками, и прям колечки начали выпрыгивать. Поэтому я думаю, что Рыбница, наверное, и Рыбинский район – это вот чемпион по этим самым мозаичным остановочкам. И прям сразу же не знаешь, к кому тебя отнести. Тот, кто портит остановки, или тот, кто все-таки им придает первозданный вид? Стас, вот интересно, хочется узнать, раз уже ты сказал о том, что закрашивают остановки. Вот как ты считаешь, какой потенциал у этих таких арт-объектов, у этих остановок? Почему их важно сохранять? Во-первых, важно сохранить, потому что это наше прошлое. Это наша история, это наши бабушки, наши мамы, наши дедушки, руками которых это было все создано. И это отображение нашей прошлой жизни, нашего государства. Во-вторых, это, конечно же, очень интересный туристический потенциал, потому что в той же Европе очень мало подобного. В советское время такая тенденция появилась, наверное, из-за того, что возможностей создавать что-то разнообразное их было мало. И поэтому люди на местах придумывали вот такие вот мозаичные остановки. И я вот, например, общался с местными жителями в Рашкове, там некогда Дом культуры украшал очень красивая мозаика. И вот они рассказывали, что приехала машина, привезла вот эту мозаичную крошку. Они собрали с жителями села, и все вместе, всем селом эту крошку, собственно, туда в стены и запихивали. Поэтому, понимаете, это даже такой вот символ сплочения своеобразный. Воспитание коллективизма, да, можно так даже добавить. Стас, если мы реагируем на эти остановки довольно-таки обыденно, да, ну, видели из детства, вот даже ты рассказывал нам об этом. А как иностранцы реагируют на такие арт-объекты? Ну, знаете, наверное, даже громко сказано, что мы на них слабо реагируем, потому что даже наши туристы из Тирасполя, из Бендер, когда видят остановки вот именно в идеальной сохранности, не тронутые, они тоже все завороженно кричат «Вау!». А иностранцы, тем более, для них это very nice and very good, потому что это все относит их опять-таки к советскому времени. И они с большим удовольствием передают мне телефон и просят сделать им фотографию на фоне этих вот остановок, встать как-то так, чтобы не было видно остановку, был виден только фон, и чтобы якобы они вот участники той сцены, которая изображена на этой остановке. Здесь есть мозаика, да? Да, да, да. Но наверняка есть и обратная сторона медали. Вот как большинство местных жителей относятся к таким вот арт-объектам? Ну, даже, наверное, для них это не арт-объект, а просто остановка. Да, опять же, это то, что я говорил вначале. Для них это, наверное, обыденность, они к этому привыкли, потому что эти остановки стоят порой от самого рождения многих людей. И настолько вот замылен глаз, что они каждое утро стоят на этой остановке, ловят автобус, троллейбус и так далее, что люди этого не замечают. Но все-таки, если им на это указать, если вот в каком-то селе постоять на этой остановке с бабушкой и показать ей остановку, спросить у нее, она скажет, да, действительно, это очень красиво, очень ждали, жаль, что сейчас у нас такое не делается, не сохраняется. Поэтому людям просто нужно на это указать, и они тоже оценят прекрасное. А так, это, в принципе, я думаю, что это не проблема, потому что у местных жителей всегда замылен глаз на достопримечательности и на красоту своего региона. Есть ли идеи, как вернуть былой блеск, ну и сохранить, конечно же, вот такие вот замечательные остановки в виде мозаики? Да, на самом деле здесь возвращать практически ничего не нужно. Нужно просто собраться, привести их в хорошее состояние, реставрировать, потому что многие из них сейчас в плохом состоянии, хотя есть много, что очень хорошее. И, в принципе, там минимум вложений, то есть просто провести капитальный ремонт, и они снова заблестят на солнце, снова будут радовать блеском и переливанием. Спасибо огромное, Стас, за интересную беседу. Мне кажется, что вот эти вот остановки, они станут очередной фишкой нашего государства. Можно будет, если раз иностранцы приезжают, можно будет сказать, что это не просто остановка, а волшебный пит-стоп. Поэтому приезжайте к нам почаще и делайте побольше фотографий именно на фоне вот таких арт-объектов. Спасибо, Стас, огромное. Спасибо большое. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. А теперь пришло время познакомиться с супермамой. Мама Лена воспитывает троих детей, а также у нее хватает времени на творчество и спорт. Подробности у Анеты Шаповаленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова